С помощью электролобзика и шуруповёрта со сверлом пёрышка я вот так вот обозначил, так сказать, контуры и сделал грубую форму. После чего, чтобы понять, как резать лепрекона, я наметил, так сказать, все его части, то есть руки, ноги, лицо, шляпа, как они и где будут располагаться. Сделал рельефный макет и уже дальше спокойно начинаю убирать лишнее, так сказать. Убираю лишнее я в основном поначалу стамеской, угольной, ножом. Эти два инструмента очень важны и удобны в объёмной кризбе, так сказать, грубой объёмной кризбе. Им удобнее всего, мне, по крайней мере, убирать грубый фон, так сказать. Во время резьбы я нанечал то, что надо резать, что лишнее убирать текстовым делителем, потому что его хорошо видно и он не проникает глубоко в структуру дерева, его потом легко убрать. Или даже если он остаётся, то при покрытии морилкой его абсолютно не видно. Это отличный способ, на мой взгляд. Начал резьбу лепрекона я с головы, то есть убрал всё лишнее, оставил грубый макет головы. Это вы видите на видео. И шёл с головы вниз к ногам, север-символей, так сказать. Я записал весь процесс резьбы лепрекона, но общий вес его получился 400 гигабайт. И понятно, что оказывать я вам буду только отрывками резьбу лепрекона, по техническим причинам, так сказать. Потому что вряд ли кто-то из вас желает очень сильно смотреть 20-часовое видео. Первые несколько дней были самой активной работы, самой сложной работы. Потому что у меня нет больших стамесок, которыми было бы намного удобнее убирать объём. Но в целом с этой работой можно справиться и с маленькими стамесками, как у меня. Сразу скажу, что я уже знаю, с чем всё закончится. И записываю голос уже после того, как всё вырезал. И получилось довольно неплохо. Надеюсь, вы можете и стучок. Стучок в итоге остался на плече лепрекона. Но он не является каким-то убивающим картином. Он вполне эргономично смотрится. И никаких проблем с этим нет. Я сказал вам основную информацию. И дальше не вижу смысла что-то комментировать. Потому что это сложная работа. И делать из неё обучающее какое-то видео. Говорить что-то, как резать. Говорить какие-то, оговаривать какие-то нюансы резьбы. Не вижу смысла. Потому что начинающему любителю за такое браться нет смысла сразу. Это довольно сложная работа. Ещё раз скажу. А те, кто может это сделать, они уже являются какими-то любителями, возможно. Или профессионалами. Но далеко не начинающими. И им мои, так сказать, подсказки вообще ни к чему. Поэтому смотрите видео, если хотите, без комментариев. Если не хотите, мотайте вперёд. Смотрите следующие части. Чтобы посмотреть, чем всё закончилось. Посмотреть какие-то этапы резьбы. Как происходило становление фигурки реприкона. А на этом я замолкаю. Смотрите продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Итак, мы уже видим, что сделана основная работа по выборке лишнего. Уже видна статуэтка, сама структура её. Видна голова, где будет, где будут руки, где туловище, где ноги.